Надо узнать. Второй вопрос. Вот помните, я говорил в прошлый раз, что у меня билайн обокран на 1055 рублей. Когда я сказал, что надо что-то делать, да ничего не сделаешь, вот такие люди. Я пошел, сначала зашел к Лене, где у меня это? Потом пошел к Лене Барабаш. Она зашла в какой-то личный ящик, написали, но телефон оказался не мой, он мне подаренный на Добуновых. Они пошли там в Билайн 39 и Ленина где-то. Не полная неделя прошла. Вчера захожу утром, но с вечера было, они перевели на мой счет 900 рублей. Почему 900? 900, написано корректировка, то есть 155 заживых. Я всех спрашиваю, стоит ли подавать на них сутки. Я просто проверю. Все сказали, не надо их трогать. 900 рублей вернули, положили. У меня они лежат уже здесь. На это начале это кто-то там делал, мы не знали, что-то там они начали на кого-то спихивать. Услугу мне сделали 15 января, как какой-то там, что-то не знаю, эрудит там что-то такое. Игнатий Тихонович, просто они прознали про тот случай и побоялись концовки. Я написал, я сразу им сказал, кто я, сколько получаю пенсии, и я так просто не оставлю. Мой возраст, вы подумайте, могу ли я интересоваться сюрпризами эрудита. Вот как называется. Я сам любому задам эрудиту вопрос, он с места не изменится. Так, Лена, подойди сюда, пожалуйста. Мы с тобой договорились, а ты слышал от меня это слово? Что если они мне верны, половина принадлежит тебе. Маленький, чуть побольше, но ты достойна того. Лена, ты с меня с ними этот гнёд. Потому что дело не в деньгах, дело в пакости. Я бы мог разузнать, их бы растеребили там на много дальше. У меня такой случай был, другая организация. Я подал в них прокуратуру, везде, их закрыли, пришел документ. Все, сняли с регистрации. Нельзя. Это неправда, что нельзя. А Бог. А Бог как. Вот на завтра, на завтра у нас тема будет... Билайн. Как называется это? Новости. Нет. Новости. Новости, новости. Новости, сообщения, известия, это одно и то же. Но, одно но. С завтрашнего дня мы думали возобновить благовестие по соседним деревням. На благовестие поедут брат Сергей, Владимир, Виктор. Мы с Леной договорились, скажутся. Мы вам даем материал, ищем, поеду, с нашим скотчем. Но я уже больше не езжусь. Я стою здесь, в дальнем эшелоне, при обозе. При обозе тоже что-то получали. Давид когда воевал. Вот, поэтому ко всем просьбам помолиться. Если кто-то в чем-то думает помочь на бензин, то просто клинит сразу. Еще нужен благовестник нам. Но, Виктор Николаевич старший, но за рулем-то... Еще нужен благовестник. Он говорит, еще нужен благовестник один. Еще один благовестник. Вначале предлагать, если от Никита Устинова. Я не знаю. Но надо так идти, чтобы напротив его видеть. Молодой, надо приучить сначала так. Вы ходили, знаете. Тут никого почти нет, кто бы не ходил с нами. А мы постепенно, все должны деревни пройти, узнать, как и ответить на вопросы. Не знаете ответа, мне быстренько позвоните. Я вам отвечу. Так. Игорь Валентинович, хотел бы ты поехать? Я бы хотел, но я не могу. Не можешь. Ну, значит, после службы определитесь, сейчас договоритесь, не расходясь. Но занятия-то остаются. Занятия могут, как всегда, быть здесь или ждать их, когда они приедут. Нет, ждать нет. А что, давайте подождем, они тоже хотят послушать. Нет, они устанут на благовестник. Ну, я не знаю, об этом. Они согласны. Обойдутся без занятий. Ну, как лучше? Нет, не ждать их, не надо ждать. Ну, можно ли еще какие дела? Ну, вот занятия пошли, ты захотел в лес. Допустим, на пол пятого. Они пол пятого будут здесь. Мы можем... Игнать Тихонович, ну, не получится. Мы посмотрим потом в Ютубе занятия. Посмотрите. Значит, тогда занятия, завтра объявишь, как есть. Занятия очень нужные, интересные по Писанию. Ежедневно нам известие дают, как на все это реагировать. И все увязано будет со Священным Писанием, с нашей наклонностью к вечности. Спасение во Христе Иисусе. Вот это мы... Здесь, как говорится, программа наша внезапно меняется, и поэтому нужно помочь. Помочь в молитве. Нам больше помощь какая нужна? Если, я говорю, кто-то пожелает финансово помочь, то Клене, а она шофер на своей машине. Пять человек. Я больше не еду. Причин несколько здесь. Финансово только еду. Одна из причин, одна из причин, та, что я приехал, я не могу быстро ходить. Сорок дней я там просидел, я все еще как на деревянных ногах хожу. Я ходить хожу, никто не верит еще, но я даже бегу, но чувствую ноги, она и так у меня после операции подрезанная. Ну просто я поберегусь пока. Меня никто не отсаживал от этого. Мы батюшке объявили об этом. Да что тут говорить, Господь благословил. Так, объявление. Кто вчера не был, чтобы они услышали, с сегодняшнего дня по воскресеньям, если позволяет погода, будет возобновлено благовестие по соседним селам Алтайского края. Я спрошу, сколько районов, районных центров в Алтайском крае, кто знает? Кто подойдет? Где-то 50 должно быть. Ну они изменяются, их пределы, если там последний, 48 было, кажется. Они меняют, эти шарчинские, с Тюменцева соединили. Пока едет одна машина. Начинаем с корчины. Какие будут изменения, я сейчас конкретно расскажу, чтобы все знали это. Что с собой брать? Это вот у нас с каждым, кто едет, называется «Евангельский посох». Видно? Угу. Благословлять собак, когда нападает. Вы знаете, как это было, напомню. Это было в Буканке. Только что крестилась одна душа. Поехала тоже с нами радостная. У нее восприимница была Татьяна Капустина. День был солнечный. Но мы идем так. По улице с одной стороны и с другой два человека. Вот я ходил с Нианилой. Но здесь я пошел с Татьяной. У каждого с собой сумочка с Евангелиями от Иоанна. Приглашение в библиотеку. Она идет по той стороне. Солнечный свет падает на нее. Она во всем белом, просто сияющая, радостная идет. Почему пошел я по этой стороне, не знаю. Хороший большой дом. Никакой надписи. Я захожу во двор. С собой ничего не было. Мы этого не знали. Почему появился такой посох у нас. Я уже подхожу к дому. Дом открытый. Но повернул голову влево и вижу Во дворе заметено. Заметено и не просто заметено, а в одно место. Потом посмотрел пониже и вижу проволока на тело. Бегает собака и цепью затягивает. Я понял, что собаки не видно и цепь идет за сарай. Я сразу повернул назад и пящусь. И в это время оттуда вылетает собака. Видимо, кавказская овчарка. Примерно вот такого вот роста, лохматая, страшная просто. А у меня с собой сумочка с книгами. Так, никуда не отвлекайтесь. Будьте внимательны. Потому что резь шла о жизни человека. Он бросается, он сходу бросается. Видно, собака смелая, не забитая. Я только сумочку подставляю. Я на память оставил и подарил потом Татьяне эту книгу. Он сцепился в сумку. Я увидел на заборе что-то из одежды ли висит. Схватил на него. Он только отцепился. Я еще шаг назад сделал. Он приступает, но не вплотную. И в это время, чем ворота закрывается, называется заворена палка. Палка в моей руке. Тут мы местами поменялись уже. Я потихоньку. Никто из дома не выходит. Он с таким лаем бросается. Калитку открыл. Палку поставил. Скорее дверь захлопал. Обернулся. Напротив Татьяна идет. А если бы она была здесь? Она не знает, что собаке спиной поворачиваться нельзя и нельзя убегать. Самая трусливая бросится на тебя. Не надо смотреть ей в глаза. Но в данном случае просто это необходимо было. Парализовать ее волю. И тогда, вернувшись домой, мы решили, каждый идет с палкой. Назвали ее евангельский посох. Видите, где рукой держаться. Вот, евангельский посох. Потому что только на евангельское благовестие мы идем. Когда заходишь, как правило, дорожка чем-то выложена. Ты или кашель, или как-то и вот так иди. Если можно, в окошко постучи. В комнату крайне нежелательно заходить. Хозяева, как правило, сами выходят. На крыльце стоит, ты разговариваешь. Смотри кто. Мы ходили с детьми. Ребенок идет сзади, если только был. Ну, дети вот такие вот. Ты идешь, стучишь. Если в руках еще ни одна собака, если она не на привязи, не бросилась, она очень понимает, что это такое. Уходя, ты должен идти сзади. Вот так вот идешь и шевелишь. Собака видит жезл этот, она тоже не наступает. Ну, маленько оборачивайся. Это как заходить? Когда зайдете, даже в корщины, сразу первым делом скажите, мир вам. Мы из поселка Потеряевка Мамонтовского района Алтайского края. Некоторые нас даже не знают совсем. Четко произнесите им. Сегодня мы собираем ваших людей. Мы, я думал, около сельсовета посоветовали около библиотеки. Видимо, так и надо делать. Около библиотеки. Мы всегда собирались в три часа. Думаю, что нужно в два. Почему я даю инструкцию такую? Потому что я больше не езжу. Это первая будет у нас поездка, в которой меня не будет. Дальние, ближние, зарубежные, от Тихого океана, от находки до Лиссабона, Португалия, Скандинавия, Прибалтика. Все мы обошли. И Турцию. В каждой поездке мне пришлось быть. Пришлось быть с собакой ураганом. Все было на месте. Сейчас немножко обстановка меняется. Я буду в обозе. На пульте управления. Что неясно, позвоните. У каждого, чтобы был паспорт. Проверьте. У каждого, чтобы был телефон заряженный. Не так, что я не заметил, то другое. К этому подготовиться. Сестры, если поедут, одеты под такой церковной форме. Ничего не меняется. Братья, чтобы все были с головными уборами. Если можете, в одной рубашке. Вот как Сергей сегодня. Покажи поезд. Открой. Видите, как раз. Ну, просто видно было, что людям нужно показать поезд. А вопросы, какие будут задавать. Это все, когда придете туда. Почему мы на два часа? Думаю, потому что тогда мы с библиотекой связаны были. Нужно было договариваться. Сегодня ничего не надо. Мы едем по селам Алтайского края, где в каждой библиотеке есть книги. Мы раздали примерно в 500 библиотек. Не считая в частные руки. Изданных книг примерно у меня уходит 90% бесплатно. Некоторые, а, и книги никто не берет, поэтому разводите. Зациклюсь на этом слове. Но пойми, это как раз и высшая награда. Значит, я весьма ценю то, что есть. И знаю, через столетие будут искать книги. Сегодня уже об этом в интернете везде говорят. Как это можно отрицать? Впервые встретили в православии, когда говорят без приглядки кому-либо, чисто по-евангельски. Невзирая на личность, президент это или патриарх. Когда началась перестройка, вы знаете, как сюда. Гнали вагонами, Евангелие не брали. Библии приносили, спрашивали, сколько человек. Ну, у нас небольшая организация, 70 человек. 70 библий положили. Проходит два месяца, никто не берет. На свалку выбросили. Мы даем один экземпляр, не считая отдельно малыми. Это по пять книг. Трехтомник, для слова Божия нет. Туз и симфония. Таких раздали сотни еще, кроме этого. Что с собой брать? Показать нужно будет. У нас с собой новый завет с крестиком. Это не православное издание и псалтырь. Это для тех, у кого слабое ослабленное зрение. Показать. Для тех, кто придет, новый завет и псалтырь, карманного формата. Это мы доставали, меняли, покупали. Мы очень богаты этим. Мы раздали здесь примерно 30 тысяч евангелий. 30 тысяч. Кроме того, вот нынче Ольга опросит. Вот у меня люди приходят, библиотеку нет. Сколько надо? Ну я не знаю там. И смотрят. Ну что скажу я, сто пять, пятьсот. Я говорю, тысячи. И говорит, захвати. Тысячи привезли. Она говорит, никогда не было. Вдруг такой наплыв народа. Евангелие только раздает. Мне еще надо, я еще тысячу. Как Павел Ермоленко, священник с камня на оби. Приезжает тысячи, две, три тысячи. То есть мы настолько богаты, что это все, конечно, мы отдаем бесплатно. Бесплатно. То есть, конечно, плата другая. Вот. Это у нас приглашение в библиотеки. Но это пока оставим в запасе. Для корченских вот такое приглашение. Каждый раз будут давать. Это Виктор Андреевич сам издал на свои средства. Посмотри, как украшено где-то. Вот это вот отдавать в каждый дом, где вы будете. А дополнительно к этому спрашивайте, есть ли у них выход в интернет. Тогда наша визитка. Посмотри внимательно. Это наша визитка. А на той стороне наш сайт. Форум. Данные нашего Ютуба. Мейл.ру. И все остальное. Видите, как сделали? Это вот так создал его. То есть он был у нас такой, но с меньшей информацией. Это Сергей Козлов. Ему 42 года. Парализованный. 12 лет лежит. В 30 лет он потерял возможность двигаться из города Воронежа. Это ему принадлежит. Мы туда-сюда пересылали по интернету. Наконец он ее вот так отрихтовал. Видите, какой крест, какие данные и прочее. Кроме того, сегодня отдаем Роберт Лейдло. Почему я верю? Людям говорите, это не православное издание. А себе говорите, мы православные христиане. А лучше сначала говорите, мы христиане православные. Дальше остальное все там объясните и при встрече. Вот. И скажите, это не православное издание, но брошюрка очень хорошая. Мы в одно село приехали. И бабушки говорят, тут какие-то были у нас еговы. А они раздавали тут. Ну мы, председатель сельсовета сказал, сдайте их все. И мы пошли сдали. А бабушка одна говорит, а я не сдала. Я говорю, покажи. И она вынесла показать. Я стал смотреть. Думал, что и еговисты могут быть. У них у еговистов очень много хорошего. Но они там против церкви говорят. Я посмотрел там совет церквей, евангельских христиан-баптистов. Игорь, наверное, мама твоя там у них, да? Отделенники. А? Отделенники. Ну приезжают в маленькие брошюры. Совет церквей, евангельских христиан-баптистов. Я просмотрел быстро. Вся хорошая. Так это же хорошая. Как вы знали? Так она хорошая. Я говорю, тут все православно написано. На Святой Троице, о вере во Христа Иисуса, как Христос умер за нас. О наших грехах, о покаянии, о молитве. Да как же мы сдали-то? Так он не отдаст назад, председатель Совета? Да не отдаст, конечно. Его уже нет. А там потому что попу они сожгли уже. Это удивительные материалы. Вот. О хранении себя для молодежи. Возьмите, вот я в прошлый раз говорил, Людмила Плетт. Какие хорошие слова она говорит. Это все тоже есть. Кроме того, вот даже вас будут спрашивать, а что означают палки? И объясните, евангельский посох, отбиваемся от собак. Зашел, посвящал из конуры, собака выскочит. Кроме того, я с тобой еще даю следующее. Вот это такие старенькие, но очень хорошая дорога к храму, православный церковный календарь. То есть к нам церковь приносит, а они целые. Тут много стихотворений, какие богослужения на каждый день, но они не за этот год. Но остальное это все то же самое. Тут очень хорошие проповеди, даже они коротенькие. Это давать тем, которые интересуются и приходят непосредственно туда. Кроме того, несколько экземпляров, вот такие вот, бывают люди церковные. Написано тупикон, они считают тупикон. Но вообще-то здорово. Это наш тупикон. Вот. Это что это? Сие есть церковный устав на такой-то год. Это бесплатно все. Кроме того, хорошие журналы издает местная епархия. Видите, раньше у нее этого не было. А сейчас они на хорошей бумаге. Вот тут немножечко помял. Слава вам, братья славян-просветители. Ну, это Кирилла и Мефодия. Видите, Алтайская миссия. У меня был доступ. Я брал оттуда не килограммами, даже не центерами. И поэтому однажды я только отправил сразу три тонны литературы в местную тюрьму. В лагерь. Тонны. То есть мы имеем десятки тысяч экземпляров этих журналов церковных. И ни один мы никогда не сказали, он плохой. Это вот здесь тогда еще был епископ Максим здесь. Сейчас Сергий, с ним хорошее отношение. То есть это мы берем где, когда из-под станков бывает, выходит и какой-то недостаток. Ну, а там уже с директором генеральным имеют связь, разрешают. Мы прямо на машине брали с тобой. Это то, что вы можете им раздавать. И кроме того, церковные календари, они почти не меняются на каждый год. Я вам тоже с собой дам. Это вооружение ваше в духовном плане. Вот один раз услышали, переспрашивайте поменьше. С собой что взять? Кто хочет поучаствовать в этом деле, пожертвуйте тугрики на дорогу. Нам больше не надо отдавать Виктору Николаевичу. Потому что у нас небольшой фонд в прошлом году был, позапрошлом. Но на дальние поездки мы везде все свели в одно. Потому что речь шла у нас не от 1000 рублей, а в общей сложности только одна поездка за 40 дней у нас обошлась больше чем 400 тысяч. Теперь подсчет более точный. Ну 400, то есть на каждый день больше 10 тысяч. Ну и расстояние-то не 2 километра. От Тихого океана до Атлантического. И где как встречали, у нас все на видео поставлено. Вот как Бог делает. Кто может не слышал, как было в Лиссабоне, Португалия. Вообще не знаем где. Один какой-то телефон не отвечает. Заезжаем в столицу Португалии. Где, кому, как. Не знаем, едем. И с нами был Николай Крущина. Если бы не он, поездка не состоялась бы. Он обладает особым, я не знаю как назвать, шоферским щитьем профессионалов. Ну едем в улицу. И вдруг маленькая одна улица, вторая. Он нигде не останавливается. Я говорю, может спросить, он не разговаривает. И наконец сворачивает никого нет пустую в улицу. Я сижу. Зачем он свернул? Он не может ответить. Но он проезжает только на повороте немного. Сидят три человека каких-то. Оказалось, это пенсионеры разговаривают. Тормознули. Начинаем говорить. И оказался один из них понимает по-английски. А тут уже вопрос проще. У нас один телефон. А он-то местный. У нас большие деньги за телефон за границей. А он-то местный. Он начинает названивать. У нас нет... То есть деньги есть. Самая большая это 500 евро. Ее не берут нигде на заправке. Они боятся обмана. А разменять никак. И вдруг тут один начинает нам менять эти деньги. Ну там 100 евро, 50 евро. И он созванивается и узнает, где этот православный храм. Ну требуется 20 евро. Мы 20 евро ему дали. У него собака с собой там. Ротвеллер огромный такой. Ну просто Георгий кажется звать его. И он едет впереди. Мы за ним. И он подводит прямо. Ну он не доехал в несколько домов. И в полицейский участок пришлось зайти ему переспросить. И прямо подвел храм. У них престольный праздник. Мы где в Панамарку заходят. Я только сказал. Говорю мы из России. Из Барнаула. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Он сразу заходит в алтарь. Выходит оттуда. Запивку просвора несет. А что? Да вы что тут? Эти ребята заходят. Я не пойму. Оказывается там был отец Геннадий Фаст. Игнатий Лапкин. Я хочу сказать. Потому что я сейчас переполнил очень чувствами. Этими вот приездом. И хочу сказать одну историю. Это случилось буквально в среду. Я с отцом Сергием. Мы посещали русское посольство. Он там должен был представиться. Послу. Сказать что он здесь приехал. Служит все. Ну и в конце всего всей этой встречи нашей посол сказал. Ну вот мы будем вам помогать. Вы приходите просите. Нужны вам будут книги. Вы просите нас. И мы будем вам там выделять какие-то суммы покупать. И тогда мы идем. И я про себя думаю. Господи. Но опять нам надо кого-то просить. Кому-то кланяться. Бегать. Ну где ж Геннадий Лапкин. Который видел в ютубе. Как вот он приезжал к Геннадию Фасту. Привозил книги на машине. И тут я абсолютно не знал о его приезде. О его планах. И тут в воскресенье приходит. И Геннадий Лапкин приезжает. И говорит. Я приехал вам с книгами. Понимаете. Это правда. Это действительно. Буквально пять дней назад. И там уже мои книги у них есть. И как они приняли. И меня вперед. Сразу и говори проповедь. Тут сказал. Я один вышел так. Тарелку поставил. Люди далека. Кладите сюда. Пока стояли. 250 евро положили. После сроки идти. Спасибо вам большое. Когда сейчас. Мы смотрим. Что случилось. Вместе с Украиной. И когда разрушены. Что случилось. Что случилось. Вместе с Украиной. И когда разрушены. Вместе с Украиной. Украина. Я её читал. Я её сейчас извёрз. По его... Спасибо. 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 Простились. Неоди. Не задерживайтесь. Садитесь. Умейте быстро уехать. Это правило, которое я узнал у увихтов в свидетели Евгова называется. Это надо вметь быстро расставаться? А не то за дверку открывают и спрашивают, умейте быстро расставаться? Пока стояли там, отвечали на все вопросы, там торопиться не надо. Если которые больше всего интересуются, тому больше всего литературы. Мы пришли в Бараблянку, но не знаем где кто. И вдруг за нами увязалась девчонка Как ее звать сейчас не знаю Ира кажется Ну вот такая вот девчушка совсем И она впереди нас, а мы-то пешком идем Она впереди нас бежит И уже тут никого нет убегает Так эти на курорт уехали, забегают Мы уходим, люди уже стоят Она вот так вот и все Мы говорим, мы сейчас на ту улицу пойдем, там далеко Пришли она там Она по дворам знает где какая калитка Возле школы и уже там нас ждет Ну пришлось ей больше всего дать Вот, ну Боже делает так Мы ее никогда не знали У нас она на снимках осталась С вами фотоаппарат, видео Заснимите, на сколько? Ну сейчас полдесятого, во сколько? Сколько на сборы? Пол одиннадцатого Пол одиннадцатого Чтобы выехали вы на два часа там в собрание Сказать маленькую проповедь Немного, главное у вас о Христе Никакие провокационные вопросы не отвечайте Начнут о правителе Плохие проветели Криветели, а не проветели Как Пеодосий сказал Но нам дана задача молиться за них Молиться за старей за начальствующих Вот сегодня 24 августа 2014 года Мы въехали в село Корчино Вот Сейчас вот Как это называется? Захариха? Да, село Корчино Край Корчино-Захариха Называется в народе почему-то Не знаю почему Ну понятно, давай с Богом, брат Езжайте в конец этой улочки Она небольшая Вот две сестры пошли Виктор Николаевич будет напротив их идти По одной улице А мы с Сергеем Павловичем будем по следующей улице идти Ну сейчас на встречу пойдем Покажи, брат, что ты там дуешь Добрый день Добрый день Вот книга «Почему я верю?» Родок Лайла Это книги не православные, да? Да Они не православные Но поучительные Поучительные Очень А интернет у вас есть? Пользуйтесь Интернетом Нет В дом часа милости просим Будет беседа очень хорошая Всего доброго Она закрыта была? Да Добрый день Звонок позвонил? Угу Нету, видимо Мир вам Есть кто дома? И там дальше Анна идет Видно Мир вам Мир вам Мир вам Мир вам А-а-а. Вот сестры предлагают Галинине Валентиновне брошюрку, приглашение. Это улица школьная. Вот она школа. Мы по этой улице наполовину прошли. И дальше идут сестры. Не взяли? Говорят, они немного твоё есть своё. Вот можете по той стороне. А, ну ладно, идите здесь. Добрый день. Сегодня в два часа будет беседа о Христе, о Боге, о вере, о Библии. Всех приглашаем. Ваши библиотеки... Во сколько? В три часа? В два. Ваши библиотеки книги есть. Ого. Мы привезли. Когда вам, наверное, пару лет... Ну да. На приглашение вернуть буду на наш сайт. Телефоны. А интернет у вас есть? Входите? Есть. Вот. Сейчас я вам тоже визиточки дам с нашим сайтом. Здесь вот канал YouTube. Там очень много роликов. Мы в этом году уездили с миссионерской поездкой по Европе. Проехали в храмы Скандинавии, до Португалии, в Чечне три раза были, на Украине в прошлом году успели, вот в этом году уже не поехали в Португалию. Дарим вот эти вот книги. Книги есть у президента, патриарства. Очень хорошие. Хорошо. Приходите. Милости прочим. Спасибо. Изболу. Изболу. Вот такие приглашения возили. Это напоминание того, что мы несколько лет назад ездили в книге и привозили сюда. У вас интернет сидит? Да. Возьмите. У меня в Одеса на видео. Здесь большой материал у нас на YouTube, форум и сайт еще есть. Все сбору. А читаете что-нибудь православную литературу? Нет, конечно. Нет? Хотите почитать? Ну иди, я тебе дам. Иди, дам тебе книгу. Вон еще дай. Володь, дай. Почему я верю? Почему я верю? Почему я верю? Почему я верю? Смотри. Снижечка какая-то. Ты. Возьми. А у нас есть вот такая же, только там с диском и книжка. С диском? Да. То есть в компьютер включаешь и смотришь, да? Нет, у нас по DVD там музыка. А, музыка еще. Блогер. Понятно. Ну ладно. А сегодня ухватится? Да, да. Возле клуба. Ага. Я бы не еду. Все? Доброе? Вот, подходим к очередному дому села Корчино. Здесь вот гусятки. Какие красавицы. Вот брат мой. А утки у меня есть. А, утки у меня даже, да? С одной породой. Вот я рга. Первое. Вы православные христиане из Потеряевки. Слышали, может быть? Слышали. Слышали. Вот сегодня в два часа будет беседа о Боге, о Библии, о вере. Мы всех приглашаем. Два года назад мы в вашу библиотеку книгу, книги привозили. Вот. Вот приглашение. Сейчас раздаем. Библиотеку за книгами. А интернет у вас есть? Да есть, но внучка им пользуется. Внучка. У нас сайт очень хороший. Православный библейский сайт во свете Библии. Вот тоже наша визиточка. Зайдет. Заходите. И вот такая книга у вас есть. Почему я верю? Читали? Нет. Хотите? Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Возьмите. Почитаем. Почитайте. С Богом. К двум часам подходите, не пожалеете. Хорошо. К клубу с Богом оставайтесь. Хорошо. Хорошо. У нас там сайт православный форум и на ютубе наш канал. Там более тысячи роликов различных. И вот это тоже сюда будет включаться. Тоже на тысячи роликов. Продолжение следует... 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 о Боге, о вере, о Библии. Всех приглашаем. Приходите, милости просим. В вашу библиотеку два года назад мы привозили книги изнатия Тихоанского Астину. Приглашение, пожалуйста. Приходите, берите, читайте. Вот такая книга есть. Она хоть и неправильная, но хорошая. У меня хорошая есть книга, типа, почему я верю, не верю. Но прям что-то такое прям правильное. Про Бога. Евангелие, наверное. Наверное, по-другому. Право на веру. Право на веру. Ну хорошо, мы поняли вас. А выход в интернет у вас есть? Нет, у меня лично нет, потому что нет таких условий. А у детей? А у детей? У меня у сестры. Может быть, сестре передадите. У нас очень хороший библейский православный сайт «Восвете Битлии» называется. Угу. Там более 400. У сестры, вот там есть действительно есть. У сельского интернет. 4000 ответов на вопросы. И видеоролики там, на канале у нас. Аудио. Что там найдете? Сейчас уже скоро. Подходи. Ага, долго. А клуб у вас в какой стороне? В том, может, нет? Ну вот, вы знаете, этот поворот, потом еще один поворот. И там центральная улица. А на центральной улице там все магазины. И наш клуб очень такой хороший. Мы приехали с село Корчино, с поселка Потеряевка, Малковского района. Вот. Повторно уже. Это мы года 4 или 5 тому назад приезжали сюда. Первый раз. Привозили книги. И началось все Лапкино. Вот он. Это мы возле клуба находимся. Корчинский культурно-досуговый центр. Приехали в Пятером. Три брата и две сестры у нас. Вот. Подходим поближе. Вот местные собрались тут. Ребятишки. Какие? Там тоже жарко. Вот Евгения Дмитриевна. Господи благослови. Мир вам. Мир вам. Мы из Потеряевки. Православные христиане. Уже не первый раз мы в Корчино. Да и по другим селам мы тоже объезжали. Где-то года 4-5 назад. Вот Господь нас побудил ехать к вам уже второй раз. Именно на машину. Почему нас Господь побудил? Потому что мы любим Господа и несем благую весть о Христе. Вот это самое главное. Христос и Библия. Вы можете много из моего слова не запомнить. Но два запомните, дети. Христос, Библия. Но также взрослые. Кто не знает. Кто такой Христос? Для чего Он приходил на землю? С какой целью? Ну вы, наверное, знаете праздники. Какие праздники связаны с Иисусом Христом? Пасха. Пасха. Еще какие? Торты. 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 Это, наверное, хорошо запомнил. Но еще какой праздник зимой-то, связанных с Иисусом Христом. Когда горки есть, когда елки ставят мирские люди. О, Рождество. О, Рождество. А кто такой Христос? Вы что-нибудь слышали о Нем? В школе читали о Нем? По литературе там немного говорится, но совсем мало. Что вы знаете о Христе? Кто это такой? Для чего Он на землю приходил? Не только, чтобы Он торты-то нам принести, правильно? Тортики. И пасхальные куличи. Но Он наш Искупитель. Дело в том, что человечество впало в грех. Адам и Ева, первые люди, согрешили. Также рождаются от них нечистые. От нечистых рождаются нечистые грешники. И мы с вами тоже без Христа погибнем. Почему? Потому что грех, который царствует в нас, он нас ведет в ад, этот грех. То есть мы согрешаем и гибнем. Поэтому Христос наш Искупитель. Он заместительная жертва на кресте. Он был распят на кресте. Мучен за наши грехи. За грехи всего мира. За каждого из нас. Теперь что нужно делать? Уверовать во Христа. Принять Его в свое сердце. Как следствие на Спасителя. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Семен приехал. Христос наш Спаситель. И не просто всего мира. Он за каждого из нас пролил свою пречистую кровь. На Голгофе кровь проливал за тебя, за меня. За каждого из нас. Это Иисус Христос, Спаситель мира. Вот с этой благой вестью мы и едем по деревне. Идем по деревне вашей. Чтобы возвестить благую весть о Христе. Познакомить вас с Ним. Мы посланники от имени Божьего. Посланники, возвещаем благую весть. Вот что-то детям там у нас есть. Приготовьте такие небольшие материалы. Добрый день. Добрый день. Христос послал апостолов. Это его ученики. А ученики учили уже других учеников. И возлагали на них руки. Это такое таинство из церкви. Рукоположение. Итак, вот эта церковь, созданная Христом, она существует и поныне. Потише, пожалуйста. Вопросы потом, когда я расскажу. Эта церковь православная церковь. От двух слов. Правильно славить Господа. Коротко можно сказать, что такое православие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Это прославление Пресвятой Троицы. Вот в этой молитве краткой, которая славит Святую Троицу, это излагается православие. У нас есть символ веры. Кого мы верим? Святые отцы на соборах это установили. Символ веры. Вот эта православная церковь, она существует и поныне. И Господь призывает ко спасению, чтобы каждый человек покаялся, пришел в церковь, был крещеный, исповедовался, причащался, чтобы он посвятил свою жизнь Иисусу Христу, сердце свое отдал Христу. К сожалению, сейчас очень часто бывает так, что человек не посвящает свою жизнь Богу. Ходит в церковь. Дурные привычки, как их называют привычки? Это грехи. Это покурение, матерки не оставляет. Какой человек не на пути спасения? Нужно сердце свое посвятить Богу. Господь говорит, Сын мой, дашь мне сердце свое. То есть это значит и ум, и душу, и крепость свою посвятить Господу Иисусу Христу и служить Ему. Вот это полная отдача Христу. А Он тебе дает жизнь вечную. Если ты веришь в Сына Божие, который пролил за тебя кровь, то Он дарует тебе жизнь вечную. И Он с избытком дает. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. А Я, говорит Христос, пришел для того, чтобы имели жизнь, имели как? С избытком. Что нам Господь приготовил на небе? Это такие блага, мы даже не можем представить. Поэтому мы вас приглашаем ко Христу. Желаем познакомить вас с этим Бога-человеком. Он прекраснее сынов человеческих. Вот как раз для детей такие. Ну, если кто из взрослых пожелает, может быть, для них сложно будет это читать, вот эти брошюрки. Пусть и взрослые возьмут. И в вашей библиотеке уже года, наверное, 4 или 5 назад, наверное, 4 года, мы завозили сюда книги. Там вопросы и ответы на разные случаи жизни. И вы можете их брать и изучать, вникать. То есть мы только вас призываем ко Христу. Дальше вы можете уже идти, но нужно самим идти. Человека насильно не поведешь. Нужно самому ко Христу обратиться, молиться, читать Слово Божие, свидетельствовать. Нужно родиться свыше, чтобы спасти свою душу. Рождение свыше – это рождение небесное. То есть как человек появляется на Божий свет, подобное и духовное рождение. Он становится совершенно новым. Это по подобию, я привожу пример по плоскому рождению. Там, в утробе матери, он живет. Но он еще не в полноте живет. А когда рождается, он ходит, бегает уже. Так и духовное рождение, только, конечно, гораздо сложнее. Об этом Священное Писание говорит. Это рождение для новой жизни во Христе. У человека другие мысли, другие друзья. Он бросает все эти грязные свои греховные дела. Он думает, да неужели я был таким раньше? И курил, и пил. Даже все Господь меняет. Бог может все изменить. Если довериться Ему, Бог в силе все сделает. Поэтому нужно вам теперь, вот вы услышали о Христе благую вещь, заниматься, читать Писание, взять книги. Каждый человек должен сам себя подвигать к этому. Как говорят, под лежачий камень вода не течет. Поэтому от каждого из нас зависит, будет ли он на небе или будет он в аду. Нам очень много в школе, в советское время, А я смотрю, здесь вот люди-то пожилые, вы же все в советское время-то учились в школе. Очень много говорили о том, что Бога нету. И в учебниках там по биологии других писали, что мы произошли там от обезьян. Это лгали и до сих пор лгут. Лгут те, которые не желают, чтобы истинно благая весть распространялась. Как познать Бога? Вот на мир окружающий посмотрите. Насколько сложно сотворены животные, растения. Сам мир, насколько сложен. Вселенная. Через познание творений, вот этих вот видимого творения, мы познаем Создателя, Иисуса Христа. А написано, им создано все. То есть Бог в трех лицах. В трех лицах. Отец, Сын и Дух Святый. Но Он един. Это у нас главный, называется, догмат православной веры. Как это понять? Это принимается только на веру. И Он сотворил все сущее. Как оно само по себе может это все возникнуть? Даже простой пример. Ну вот здание, если разрушено, будем ждать пять лет, десять лет. Соберется оно само по себе? Кирпичик на кирпичик? Да нет, конечно. А в мире порядок. В мире порядок. В космосе. На земле. Сколько растений, животных удивительных. Как люди созданы. До сих пор открывают тайны ученые, что есть в человеке. До сих пор состав меда неизвестен. Ну кажется, вы знаете, что там есть сладенький вкусный мед. Да. А вот состав его до конца не знают. Пчелка мала, до всех кормит. Как это чудесно. Бог устроил. Говорят о пчелах и муровях ученые, что у них свой разум есть. Разум, но он не такой, как у нас. Но они так сообщают, действуют. Да неужели они сами по себе так могли это все? Бог заложил туда. Бог невидимый. С ним можно разговаривать, молиться. Вот мы когда закончим беседу, помолимся. Бог невидимый. Бог есть дух. И поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе истине. Но можно с ним беседовать. Так Бог сам говорил, чтобы молились вы. И дал нам Господнюю молитву. Молитву Отче наш. Об этом в Евангелии написано. Итак, Христос и Библия. О Христе немножко я сказал. А Библия это Слово Божие. Или Священное Писание. Это суть одно. Все это Библия. В Православной Библии 77 книг. Написано 4 Евангелия. Это в Новом Завете. Новый Завет 27 книг. А Верхний Завет 50 книг. Те книги, которые были написаны до рождения Иисуса Христа. Ветхозаветные. Еще ветхий закон был. Моисеев. А те книги, которые написаны после рождения Христа. Новый Заветний. Вот запомните. 50-27. Всего 77 книг. И 4 Евангелия. От Матфея. От Марка. От Луки. От Иоанна. Евангелие это благая весть в переводе означает. В Новом Завете, кто пожелает потом, мы вам подарим Новый Заветный, описана как раз история благая весть о Иисусе Христе, о Его чудесном рождении, о Его жизни, о Его проповеди, о Его распятии, о смерти и воскресении. Это все в Евангелии говорится об этом. И ранами Иисуса Христа мы исцеляемся. Его причистая кровь нас омывает. Там на Голгофе произошло спасение рода человеческого. Вот запомните это, взрослые дети. Вот эти два слова Христос и Библия. Так, братья, может что-то добавите, Сергей, Володя? И пришедший вот наших братьев, тоже с ними, и сестру Ирину. Что-то скажете? Так, ну пришедшим подарим Новый Завет. А он подарил уже. Я хотела вопрос задать, можно ли? Да, пожалуйста. Я вот не дала знать, когда Николай читала, это Исаия, и вот светила такие слова. Исаия 55, 4. Говорит, написано, ибо я поставил его свидетелем для народов, вождем и наставником народов. А я вот так читаю и думаю, интересно, Иисус Христос свидетель пред Богом для нас. А почему священник называет, я свидетель? Я и думаю, как это так вот? Как? Вот как ты мне скажешь? Вот я читала буквально недавно и думаю, интересно. А как это так вот? Вот что ты скажешь? Ну, про рока Исаия есть толкование, надо посмотреть, что это означает. Ну, там, понимаешь, Виктор Николаевич, там ясно... Поэтому в толковании все изъясняется. Там написано ясно, что я, то есть Бог поставил его с большой буквы, свидетелем для народов. Это ясно, что он поставил Иисуса Христа свидетелем для народов. А священник говорит, я свидетель. Вот мне и непонятно, я думаю, вот это да. Поэтому толкование тут ясно написано. Да, вот надо почитать толкование вам, узнать, что там имеется смысл. Потому что святитель Анжиатаус говорит, вы не показываете мне, что в Священном Писании, вы растолкуете. Так там понятно, что... А толкование может быть очень много толков. Вот, понимаете, каждые две недели возникает одна секта. Вот собираются два-три человека и по-своему измысливают Священное Писание. Вроде ясно написано, вот от тех же языках. А три века, три века от Рождества Христова языки были нужны. Об этом и Еремей Леонский, и Святой Отец говорит, и другие святые отцы. А до сих пор пятидесятники, они говорят на языках, считают, что это от Бога. Видите как? Вот даже на этом и сколько спотыкаются. Поэтому Златоуст говорит, ты мне не показывай то, что написано, а растолкуй. Ну если понятно написано, там толковать-то не надо. Видите как Евгений Митриев, понятно, а столько сект образуется. Почему? Ну секта это секта. И каждый по-своему говорит. Кто сказал сектами, кто его назвал сектами, это еще неизвестно. Так, ну вопросы у взрослых какие еще? Вот еще я хотела. Сейчас подождите, может кто-то задать. Давайте, давайте. Какие вопросы у вас? Алексей Семенович. Я слушаю вас. Вот еще написано. Ну давайте. Как вы считаете, вот настоящее священство, это левитское священство или нет? Написано, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Это Иисус Христос. Конечно. Я имею в виду священство настоящее наше земное. Левитское или нет? Левитское это ветхозаветнее священство. Так, а наше священство какое? Скажи. Наше священство это Божье установление, наше священство. это божественное не это мне надо на скажи евангелие написано что настоящее священство почину мелкий седека а вот если священник говорит что я священник почину мелкий седека то он получается встает на место иисуса христа так не говорит но там написано священник это говорится христилист да я священник варен а священник земной кто земное это установлены богом иисусом христом очень много места вложений в новом завете иисус это это николай между иисусом христом у нас должна быть тесная связь вот прямо тесной поэтому посредника между человеком иисусом христом не должно вот и на там в одном месте написано что посредник между богом и человек иисус христос другого послению не должно и почему это за павел по ставим даже коясо представил по себе святого почему почему он поставил посредники как раз есть просто надо внимательно читать писания со смирением принимать только это мне надо там написано что посредник между Богом и человеком Иисус Христос. Больше нигде не написано. Но ты мне ответь, почему Павел поставил вниз священников, а преситоров? Давай, что ты хочешь сказать? Вы читали второй том, открытым оком Игнатия Лапкина. Игнатия Лапкина читала, но я не могу там запомнить. Я читаю Библию, понимаете? Там очень подробно отвечен на ваш вопрос о священстве. Материал читали к истинному православию? Я читаю Евреям 7 глава, там так ясно написано. Я читаю Евангелие, понимаете? Вот это сектанский подход чисто. Мы читаем только Евангелие. Нам больше ничего не надо. Это чисто сектанский подход. Слава Христос! Поэтому и дух заблуждения в вас входит. Когда вы не слушаете ни наставников, ни священников, это и есть сектанский подход. Я Евангелие. Евангелие должно быть покорной 100%. И Евангелие должна быть 100% покорной Евангелию. Вот в чем дело. Так написано Евангелие. Но вы мне не ответили. Опять же то же самое. Вы мне не показываете, а расслабываете. Вопросы уже отвечены. А это все отвечены в книгах. Скажите, почему Павел поставил изучать книги. Вы же не будете изучать. А присвитера. Вы пришли проповедовать. Скажите мне. Я если не читала, допустим, книги. Почитайте. Вы до того и приехали, чтобы вас направить. Книгам приглашения раздаем. Вы приехали для того, чтобы к Иисусу Христу нас присоединить. А книги это второстепенное. Книги как раз каждый человек будет заниматься, если даст Бог. А иначе мы уезжаем, нас нету. Вы мне не ответили. А кто будет наставником? Они мне не ответили на вопрос, который я вам задала. Вы зачем, если вы не хотите изучать? Вы не хотите своей душой заниматься. Я изучаю. И там написано в Евангелии. Христос не на все вопросы отвечал. Вам зачем? Там все написано. Все написано. Вы просто не хотите изучать. Так, ну какие еще вопросы? Еще. Как раз я изучаю. Может у детей какие вопросы? Никаких. Никаких. Так, все раздали, да? Да, все. Дети. Давайте поблагодарим Бога и поехали. Помолимся. Так, примерно на восток туда. Споримся мы так, православные. Три перста слагаем. На лоб, на чрево, на правое плечо и налево. И поклониться так, чтобы можно было достать пол. Если кто не может, ну, наполовину. Кого может в пенополе? Ну, девочкам молиться надо в платочках. Об этом говорит священник. Господи. Господи, благодарим Тебя за эту встречу. Благослови сих людей здесь живущих. Отверсти им ум к уразумению словес Твоих. И избави нас от заблуждения, Господи. Отступникам дару покаяния. Посети, Господи, нищих сирот, вдов, обездоленных, страдающих, болящих, гонимых за веру, томящихся в узах, темницах, за слово Твое. Милующих, питающих нас, подающих нам милостыню. И всех православных христиан посети милостью Твоей. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во славу Божию. И у тебя там приглашение упало. Спасибо. У вас спаси Христос тоже. Ладно. Улыбочку? Отлично. Ну давайте. Так, вот скажите. Епископу запрещено жениться? Жениться запрещено? Нет. Ну почему нет? Ну все епископы у вас холостые. Женатый хоть один есть? А у вас? Нет, в православной церкви. А у вас? Какой у нас? У нас епископ. Да у меня нет епископов, у меня есть Иисус Христос только есть. Я говорю, у вас епископы женатые? Хоть один есть женатый? А у вас не женатый есть хоть один? Как у вас написано? В Библии написано, да, епископ должен быть муж одной жены. У вас он есть? У нас? У нас Иисус Христос есть, мне епископ не нужен. Нет. Написано же, должен быть епископ муж одной жены. Он у вас есть? Так. Епископ одной жены муж, да? Нет. Нам епископы не нужны. Как написано? А потому что... Как они вам не нужны, если написано? Это ложное учение, а с они вам не нужны. А я тебе, я просто спросила, у вас в православной церкви есть хоть один? Я у вас. Доски. Епископы не нужны. А почему я сказала, что епископы не нужны? В том виде, в каком они существуют у вас, такие не нужны. Раньше были учителя церкви, епископы, да, действительно, эти были братья, старшие братья, которые имели знания более. Они учили народ, но они не как подстойли над ним. Они не были господами, а у вас господа. Они господа над вами, и господствуют над вами. И вы им рабы. Понимаете? Вы рабы, епископы, вы не можете без него жить. Если у вас нет епископа, вы уже не церковь, посеки. Вы рабы греха, рабы страстей. Кто? Рабы дьявола. Вы. Все, братья, эти все вот эти вопросы, которые они задают, все они здесь есть, ответы. И поехали. Это все пустые разговоры. Это не пустые разговоры. Вы не можете мне ответить. Я вам задала вопрос. Православие, хоть есть один женатый епископ. Знаешь, что такое разратился и грешит, будучи самосужден. Садимся, едем. Езжайте, езжайте. Они на мой вопрос назвали ответить. Я вам насчет Библии хотела это доказать, но вы убегаете. Я задала два вопроса. Мы возвращаемся с села Корчино в благовестие. Вот решили небольшой тут отдых устроить. Недалеко, километра три отъехали от Корчино. Да, жмите. Да, жмите. Аминь. Слава Тебе, Боже, Слава Тебе, Господи, Благословися. Вот что нам Господь послал? Можешь тут... Какой арбуз? Вот, это Лиза Устинова принесла. У них нынче арбузы один был 11 килограмм, другой 10, да? А этот поменьше немножко, да? И вот Гринько, это кто принес? Гринько, наверное, Елена Анатольевна, я не знаю. Ну с чего начнем? С какого богатства? С компотом, пожалуйста. С компотом? Помидоры, компот, лепешки покажи. Это вот лепешки нам Любовь Николаевна Потеева. Она у нас повар сейчас в лагере станет. Вот она какие стряпает, научилась. На будущий год, я думаю, ее надо в лагерь поваром взять. Ну а здесь еще помидоры, огурчики. Что желают. Примите ее. Что за таинство? Обычно это Гнать Тихонич так. Не очень красный. Ее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Устинова была на благорессии, сейчас по одной машине. Я думал, выпал. Совершенно. Что-то случилось. Вот вернулись с села Корчино, с благовестием. Наши потеряевские домишки. Тихо, ты глаза проследил. Небо сине-сине, я иду. Котик наш белый. Мария, отвези до дома. Садись, Мария, отвези до дома. Да поди, дойду. Садись, отвези, давай на обед тогда. Чего-то ради, она должна до дома идти. Мы с котиком тут приспособились и сидим ждем. Это котик или кошка? Котик, котик. А он немножко обрезанный. Все они на одно лицо, как китайцы. Ну что?